Собираюсь заказать себе добавок с iHerb, не хочу стать сверхчеловеком с их помощью, хочу просто, чтобы мне было проще работать и сосредоточиться на делах, плюс чувствовать себя получше в целом. Принимал эти вещества в комплексе, реально лучше себя начал чувствовать, проще стало начать работать. Ну, с кофеином-то, понятное дело, почему это работает, да, то есть кофеин – это вещь, которая имеет доказанный какой-то эффект, то есть вы чувствуете меньше сонливости. Что касается других веществ из списка, да, то у них никакого эффекта продемонстрировано пока что не было. И вообще, кстати, вот раз уж мы затронули там тему биохакинга, да, то, может быть, это придет для кого-то обидно, но я так с педагогической точки зрения скажу, что не зря биохакеры – это люди либо инженеры, либо математики, либо программисты. Очень редко биохакингом занимаются сами врачи, например, как ни странно, да. И вопрос, а в чем же тогда разгадка? А дело в том, что врачи по своей специальности просто на ней сталкиваются с ситуацией, что вот ты дал пациенту препарат, одному он помог, а другому не помог, он умирает. Да, там пациент с четвертой стадии онкологии взял, выздоровел спонтанно, а у другого первая стадия, ты его прооперировал, он умер. Почему так? Это вот то, что в целом называется теорией хаоса, ну вообще, в принципе, нелинейных динамических систем. И с ней сталкиваются врачи, очень, это вся их специальность с этим связана. То есть ты не можешь предсказать судьбу отдельно конкретного человека, когда ты ему даешь какой-то конкретный препарат. И тем более понять саму эту систему, научиться ее предсказывать состояние. Тем более на какие-то долгосрочные перспективы. И вот это представление о том, что какие-то вещи в организме человека можно изменить очень легко каким-то простым воздействием, повысив уровень серотонина или понизив уровень дофамина, еще что-нибудь. Они очень примитивные, да, они такие инженерные в каком-то смысле. И совершенно не отражают то, как это выглядит на самом деле. А здесь нет такого момента, что смешиваются два фактора, да, вот побочные эффекты, которые могут быть у разных людей разные, и, скажем так, эффект, который выражен у большинства. Вот ты сказал, да, кофеин, он понижает там сонливость, имеет доказанные эффекты, но ведь часть, по крайней мере, часть средств, которые используются для биохакинга, там тоже есть определенный доказанный эффект. Там, условно говоря, там повышение концентрации. Я не знаю точно, как это достигается, да, но лекарства, которые повышают концентрацию, они существуют, люди их используют. Эффект доказан. Да, по поводу повышения концентрации, это психостимуляторы, да, дефинзат, модофенил, антарал. Там много-много, всякие натропы в том числе. Вот, натропы, недавно вышли исследования как раз по психостимуляторам, и оказалось, что это просто субъективное ощущение, что концентрация повышается. То есть раньше думали, что концентрация повышается, но снижается креативность. То есть как бы человек там садится за одну проблему, да, если это монотонная какая-то работа, он легко с ней справляется. Ну вот буквально в 2020 году была крупная работа, такой мета-анализ, который показал, что все когнитивные способности и в краткосрочном, и в долгосрочном приеме этих препаратов ухудшаются. То есть и концентрация снижается, и креативность, и работоспособность, вообще, в принципе, скорость мышления, скорость реакции. То есть, в принципе, психостимуляторы ничего хорошего, кроме субъективного ощущения того, что ты становишься более работоспособным, более концентрированным, они не дают. То есть нет элемента просто толерантности, что люди злоупотребляют, вырабатываются толерантности, и в итоге у тебя фон целый становится хуже, чем был до этого? Ну вот, к сожалению, нет. То есть это мы видели при СДВГ у детей, да, синдроме дефицита внимания и гиперактивности. То есть там же, по идее, это для них препарат, но на самом деле там положительный эффект в том, что они начинают в течение первого месяца меньше школы прогуливать, а потом снова начинают. То есть вообще на обучаемость на них это никак не влияет, на их усидчивость, на концентрацию внимания, а всем прописывают, да. Вот. А теперь мы узнаем это вообще для популяции в целом генерализованной, что никакого положительного эффекта от психостимуляторов нет. Но мы знаем, что они-то очень токсичные, нейротоксичные, то есть они убивают нейроны, у человека мозг разрушается в подействии этих препаратов, поэтому у них очень тяжелый побочный эффект. Вот. Это ты про какие именно препараты говоришь? Прямо про все? Про все нейросимуляторы? Да, про все психостимуляторы. Да, про все нейросимуляторы. Да. То есть это именно не ноотропы, потому что ноотропы в целом это в основном такие безопасные безделушки, у которых никакого эффекта нет. А вот про психостимуляторы – да. То есть это, к сожалению, у них жесткое действие на головной мозг. Вот. А что касается вот этого, ты правильно сказал, то есть как раз, когда мы говорим про медицину, почему мы работаем с большими выборками, потому что именно из-за нелинейности этих взаимодействий, из-за того, что какие-то минимальные начальные условия, различия в начальных условиях, скорости всасывания, биодоступности, времени суток, они влияют на эффект для каждого конкретного человека, мы можем только говорить большими цифрами. Можем сказать, что ну в целом, да, вот если мы возьмем 100 тысяч человек, то этот препарат сработает, да, то есть он там у большинства, он даст какой-то положительный эффект. Что у вас будет, мы не знаем, да. Но это вот то, что препараты, про которые мы знаем, как работают. Это, и понимаешь, тут дело не в том, что у нас не хватает каких-то технических возможностей это исследовать, да, нормально, что мы просто, ну, плохо работали. Нет, это просто фундаментальный принцип того, как работает человеческий организм. И вот что касается биохакинга, где-то там люди обычно без медицинского образования, ну, как бы, не говорю, занимаются, а те, кто их консультирует, они не понимают, вот если ты обратишь внимание, что там обычно они ссылаются на исследования, в которых, например, 10 участников всего лишь, да, или исследования, которые вообще на мышах проводились, и еще что-нибудь такое. На мышах – это моя любимая, да, это мне тоже очень нравится. Это в спрессе постоянно появляется. Это ужасный бред, я просто… Найденное лекарство от рака на мышах в таком виде. Уже давно не болели раком, да, скажи, сколько уже можно. Просто вот есть такой нейроголог Эндрю Хуберман, он постоянно делает какие-то выводы и советы дает на основании вот примерной исследований, которые там на дождевых червях провели, там, на мышах, на крысах. А я просто для наших зрителей поясню, что вот есть такая штука, называется трансляционный кризис в медицине, что препарат может прекрасно работать в пробирке, но если ты переведешь исследование на мышах, то он будет работать только в одном случае с тысячи, да, то есть это меньше процента, это 0,01%. Соответственно, переходим от мышей к, например, обезьянам тоже только, ну, в одном из 100 случаев он сработает. И, соответственно, после обезьян уже на человеке тоже там, первая, вторая, третья, четвертая стадия клинических испытаний, на каждом из этих этапов вероятность того, что то, что работало на предыдущем, она очень маленькая. То есть там, опять же, в итоге получается так, что там из миллиона веществ, которые разрабатываются фармкомпаниями, одно только доходит до рынка, да, в котором там и эффект есть, и побочных эффектов не так много. Вот, поэтому это занимает десятилетия. Вот это огромное, поэтому их так немного. И поэтому, ну, как бы, это надо понять, да, то есть это очень сложно осознать эту концепцию. И у тех, кто занимается биохакингом, они этого не понимают. Они поэтому действительно берут там исследования на мышах, исследования на культурах клеток, например, там вот с этим... Ну, там ещё срабатывает, там ещё пасебо-эффект срабатывает, то есть люди это всё понимают, им кажется, что это работает по небу. Да, да, знаешь, с ежовиком гребенчатым такая история, что он там, его принимают, чтобы улучшить пластичность памяти. Но это было показано на культуре клеток, типа кампов чашки Петри, понимаешь? То есть это, вот насколько это, то есть, ну, просто можно сказать... Тогда уточню вопрос. Есть нейроактивные вещества, которые, ну, точно работают на большую часть населения, это разновидности наркотиков, да? Вот здесь как бы... Да. Вот они работают. Кокаин, он работает на большую часть населения, возможно, на всех, не знаю. Тоже является нейростимулятором. И, в общем, какой-то доказанный эффект имеет, да? Да, да. Считается наркотиком, который употребляют политики. Я категорически против наркотиков и отговариваю вас. Да, даже не знаю, в какой стране, да, они занимаются. Во всех, честно говоря, во всех. Вон он, только что в Белом доме нашли пакетик с кокаином. Вот. Кто мог оставить, интересно, как его зовут? Я даже не знаю, да. Наверное, никогда не узнаю. Никогда не узнаю. Это очень интересно. Скорее про инопланетян нам расскажут. Извините, пожалуйста. Нам сейчас расскажут, появятся, прилетят. Да, это хорошая очень мысль, потому что, смотри, КМГ про БАДы различные, ноотропы. Например, вот такая история была с мемантином. Это вещество, которое как бы улучшает память. Ее планировали использовать для болезни Альцгеймера лечения. И она дает хороший краткосрочный эффект. И даже было понятно, что она там у мушей стимулирует нейрогенез, образование новых нервных клеток. И здорово, там, в гиппокампе, вот там, тебе больше нервных клеток, лучше память. Все здорово. А потом, когда мы наблюдали за пациентами, у них там как бы память росла, а потом такой провал. И все, у них память полностью разрушалась, жуткая декомпенсация, и они там становились просто уже неспособными жить дальше. Оказалось, что он стимулирует нейрогенез, но он его истощает. То есть он там полностью истощается, как бы весь пул нервных клеток, и все, на этом заканчивается. И все, да, и поэтому мы его не используем для лечения болезни Альцгеймера больше. Но это вот касается всех остальных наотропов тоже. То есть, как ты правильно сказал, то есть у них нет доказанного положительного эффекта, но у них есть какой-то нейротропный эффект. То есть многие там органисты глутаматных рецепторов, какие-то органисты ацетилхолиновых рецепторов и так далее. То есть они как-то на мозг воздействуют. И вот когда люди принимают что-то такое, им надо всегда просто отдавать себе отчет, что положительный эффект вы, скорее всего, не получите, но какой-то побочный эффект, и как-то изменить себя, вы за счет этой штуки сделаете. В худшую сторону, скорее всего. Знаешь, это моя любимая аналогия. Вот у тебя есть компьютер, и представляешь, что ты будешь на процессор что-нибудь капать, бить его током, и будешь отдадать, что он будет лучше от этого работать. Скорее всего, нет. И тоже завершая, наверное, тему с биохакингом, эндокринологией, потому что сейчас там модно еще тесостерон себе колоть какой-нибудь. Если так спросить студента... Ну, тесостерон – это точно доказанный эффект. Это уж никуда не денешься. Да, ну, тут есть там эффект в плане того, что там отрастить себе какие-нибудь лишние наросты на костях, получить аллопецию или гиперплазию предстательной железы, то это действительно так. Но вот что касается... Да, если спросить о эффектах тесостерона, студент – это первокурсник, он тебе расскажет. Он скажет, что, конечно, все понятно, выложит все, все уже очевидно. Но если спросить эндокринолога со стажем 50 лет, который там еще научной работой занимается, он просто там посидит, подумает и скажет, «Слушай, ну вот я всю жизнь этим занимаюсь, я до сих пор не понимаю, как он там работает, и что будет, если мы у человека повысим его вдруг? Какие для него последствия будут иметь?» Ну, эффекты... Подожди, подожди, ну давай я уточню тогда. Я снова говорю, что я не являюсь экспертом никаким, поэтому я буду какие-то популярные, возможно, мифы транслировать. Но там есть доказанные эффекты повышения тесостеронов крови, это повышение агрессивности, условно говоря. Это, ну, понятно, там физические всякие изменения, у тебя там волосы начинают расти в большем количестве. Это повышение либидо, по крайней мере, до поры до времени. Доказанные эффекты. По крайней мере, если я транслирую какие-то совсем мифы, ты скажи, я спокойно отприбываю. В моей картине мира это вот доказанные. Я только первый немножко модифицирую, что там мы сейчас не считаем, что это агрессивность повышает, он повышает как бы твое желание участвовать в социальной конкуренции в целом, в социальных взаимодействиях, в разной форме. То есть не обязательно там агрессия. Вот, да, ну, это да, эффекты есть. Просто вопрос в том, что вот в итоге, чем это для конкретного человека закончится. Ну, по последствиям, конечно, да, по большей эффектам, все. Это все разумеется, я не знаю. Да, да, да. Потому что это, опять же, мы в средней популяции знаем, что у кого-то будет там аллопеция, а у кого-то выше будет вот это желание участвовать в социальных взаимодействиях, да, чего-то другого у него не будет. И опять же, мы сталкиваемся с тем, что на популяции мы знаем, а для каждого конкретного человека нет.